Ну что, всем добрый вечер. Давайте начинать. Меня зовут Анастасия Елаева. Я работаю в коммуникационном агентстве Grayling, где являюсь стратегическим консультантом и отвечаю за проекты, связанные с миром искусства. Я приветствую вас на нашей второй лекции из открытого цикла «Искусство и бренды. Как подружить художников и бренды, руководство к действию». И если вы не были на первой лекции, то напомню, что, собственно, даже не напомню, а сообщу, что она была посвящена коллаборации между художниками и брендами. А сегодня мы говорим о другом аспекте взаимодействия. Это так называемые социальные проекты от брендов, то есть премии, конкурсы, арт-резиденции, которые направлены на то, чтобы поддержать художников и дизайнеров. Когда мы придумывали вместе с британкой этот курс, то очень хотелось сделать что-то отличное от лекции, которые уже на эту тему проводились. Поэтому решили внести такой сильный практический аспект. И на каждой лекции у нас есть гостевой спикер. Это представитель бренда или художники или художник и дизайнеры, которые рассказывают о своем собственном опыте. То есть чтобы вы могли не просто теорию от меня услышать, но и узнать, как, собственно, что думают люди, которые сами через это прошли. И на первой лекции у нас был Макс Гашко-Даньков. Это художник, который очень активно сотрудничает с брендами. У него есть проект, были проекты с такими компаниями, с такими брендами, как Kills, Huawei, Levi's и многие другие. Но сегодня мы, в общем-то, еще постарались. И у нас не только, у нас не один гостевой спикер, у нас их целых четыре. Один из них будет по скайпу, потому что мы будем с вами общаться с Артемом Филатовым. Это художник и куратор из Нижнего Новгорода, который в прошлом году стал обладателем премии Credit Suisse и Cosmosco для молодых художников. А в этом году он ездил в месячную арт-резиденцию в швейцарском городе Берни. И, собственно, свой месяц в Швейцарии он проводил не только в Берни, он активно ездил по всей стране, посещал различные учреждения, не только культурные. И, собственно, об этом он нам и расскажет. Кроме этого, у нас сегодня в гостях художник Алексей Мартинс. Давайте его поприветствуем. Алексей родом из Красноярска, но он живет и работает в Москве. Его представляет галерея «Фрагмент». И в этом году, если вы были на ярмарке современного искусства Cosmosco, то наверняка вы помните эту огромную инсталляцию, которая находилась в центре ярмарки. Состояла она из двух частей. Черный лес, черное небо. В общем-то, Алексей создал эту работу, получив грант «Рюинар арт-патронат» от дома шампанских вин «Рюинар», о чем он, собственно, нам тоже и расскажет. Кроме этого, у нас есть сегодня представители мира дизайна. Это Степа Пьяных. Он является преподавателем британской высшей школы дизайна и участвовал в огромном количестве конкурсов от брендов и расскажет нам о том, как они, например, делали робота-бористу для Сбербанка на недавнем хакатоне Сколково Robotics. И также у нас есть Женя Аринин. Давайте его тоже поприветствуем. Женя является первым в истории победителем премии Lexus Design Awards Top Choice Russia. То есть у Lexus есть конкурс, это конкурс по дизайну, он глобальный, Lexus Design Awards. И вот в 2016 году они учредили его российскую версию и вот с проектом «Умного светофора» Женя занял там первое место. Итак, помимо спикеров у нас есть я, которая буду сегодня между всеми ними так вот навигировать и надеяться, что с технологической точки зрения все будет работать. Здесь мне вспомнился случай. Недавно одна моя знакомая делилась о том, что у российской молодой художницы на выставке к ней подошли и задали вопрос, что, собственно, не хватает российскому молодому искусству, какая-то поддержка нужна. Но у нее была сложная технологическая инсталляция, она была настолько обеспокоена тем, что, собственно, все работало, и она говорит, да мне хочется, чтобы просто все работало. Вот. Поэтому я сегодня тоже в какой-то степени надеюсь, что с технологической точки зрения сегодня тоже все будет работать. Я вам буду рассказывать о том, собственно, зачем бренды инвестируют в создание арт-премий, конкурсов для дизайнеров и художников и арт-резиденции. Мы посмотрим на лучшие международные российские примеры и обсудим, в общем-то, у каких брендов есть такие программы. Мы будем смотреть на то, кто являются теми людьми, которые выбирают победителей. Это open-коллы, в которых могут принять участие российские художники и дизайнеры. Или это же формат, когда есть жюри с определенными компетенциями, и это жюри, собственно, и выбирает победителя. И посмотрим на то, что, собственно, должны учитывать начинающие художники, да и не только начинающие, вообще художники и дизайнеры, если они хотят участвовать в таких конкурсах и нужно ли на самом деле гнаться за ними. Давайте начинать. Если говорить о том, какие задачи ставят перед собой бренды, когда они создают программы поддержки художников, то здесь я обращаюсь вот к такой схеме. Это схема из моего исследования. Оно вышло в апреле прошлого года. И называется «Бренды искусства. Как сделать креативное партнерство эффективным». И в этом исследовании я постаралась выделить несколько типов креативных партнерств. И эти типы, они основаны просто на тех ролях, которые бренды играют в них. Ну или там те задачи, которые они стремятся решить. И вот если мы в прошлый раз говорили о брендах, организаторах арт-коллабораций, то сегодня мы говорим о так называемых брендах-менторах. То есть это бренды как раз, которые не только свои маркетинговые задачи стремятся решить, но и стремятся поддержать художников. Чаще всего это молодые таланты, но у некоторых брендов есть проекты, которые связаны с поддержкой уже таких зрелых мастеров, тех людей, которые что-то такое значительное сделали в сфере современного искусства или дизайна. Еще такой момент. Сегодня я все чаще слышу, при том, от представителей арт-сферы высказывание о том, что в современных условиях именно бренды являются так называемыми арт-патронами, современными медичи, позволяя талантам реализовывать свои творческие проекты. То есть если там раньше, в эпоху Ренессанса это были собственные патроны, то сегодня такую функцию выполняют бренды. Это вот несколько заголовков из недавних публикаций на эту тему, где арт-патронами называются такие бренды, как Nike и PepsiCo, у которых тоже есть собственные программы. Один из вариантов, как бренды могут поддерживать художников, это учреждение арт-резиденций. То есть это формат, который позволяет художникам поехать куда-то, жить в этом месте, работать. Они не обязательно должны что-то создавать для бренда, но чаще всего хорошей практикой являются, если какой-то проект по результатам этой арт-резиденции появляется. Одна из таких уважаемых резиденций это резиденция, которую уже порядка шести лет проводит часовой бренд Swatch. Если вы были на первой лекции, то наверняка вы помните о том, что мы очень много говорили про коллаборации Swatch с художниками, режиссерами, модными дизайнерами. Мы говорили о том, что Swatch является главным партнером Венецианской биеннале. Помимо всего прочего, у них есть еще и резиденция для художников. Что интересно, что она открыта для художников со всего мира. Это формат open call, то есть можно подать заявку через веб-сайт, рассказав о своем опыте, приложив портфолио. Эта программа позволяет поехать в Шанхай и провести от трех до шести месяцев в Swatch Art Piece Hotel. Это исторический отель в центре Шанхая. Под программу резиденции выделено два этажа, то есть это второй и третий этаж отеля, и там находятся мастерские художников и, собственно, комнаты, в которых они живут. Бренд не выдает стипендию, но покрывает расходы, получается, на проживание и на прилет. Что же должны сделать художники по итогам этой арт-резиденции? Четких правил, что они должны, какой проект они должны создать, нет. Но если посмотреть на виртуальный музей бренда, а он доступен онлайн, и вы тоже можете зайти и изучить, какие проекты делали художники из различных стран мира, то они говорят о так называемом художественном следе. То есть каждый художник должен что-то после себя оставить. Это может быть и документация перформанса, это могут быть и какие-то фотоработы, это может быть и живопись. Вот это, кстати, работа Тимофея Парщикова из России, а это вот список всех художников, которые с 2012 года в этой резиденции побывали. Самый такой, наверное, недавний и свежий из них это Даниил Колчанов, который был в этой резиденции весной этого года. Еще одна уважаемая программа арт-резиденции, она есть у бренда Давидов, это бренд, который производит сигары, и основное производство, оно сосредоточено в Карибском регионе. Поэтому, что делает бренд для того, чтобы подчеркнуть свою связь с этим регионом и внести какой-то социальный вклад. Они учреждают программу арт-резиденции для художников из Карибского региона. Они могут отправиться в пять резиденций партнеров. Есть резиденция партнера в Китае, есть резиденция партнера в Нью-Йорке. Художник также может поехать в Базель, в Швейцарию. Но этим все не ограничивается. Кроме того, чтобы давать возможности художникам из Карибского региона, бренд еще учредил и программу, в рамках которой международные художники, кураторы и арт-критики могли бы приехать в Доминиканскую республику и там в какое-то время, несколько месяцев, пожить и сделать свой проект. Естественно, условием для этого является то, что этот проект должен каким-то образом быть связан с Карибским регионом. То есть это должно быть какое-то исследование или перформанс, который будет объединять, допустим, студентов или молодые таланты из Карибского региона и из региона, где живет художник или куратор, который отправляется в эту резиденцию. Есть еще вот такой необычный проект. Это не совсем стандартная резиденция, но я решила о нем тоже упомянуть, потому что это проект, который реализует бренд Пенетон в итальянском городе Тревизо. Называется он Центр коммуникационных исследований «Фабрика». И это, на самом деле, это тоже программа, которая существует в формате международного опен-колла, то есть там могут принять участие и не только художники, но и дизайнеры, исследователи коммуникаций, люди, которые занимаются кинематографом, в том числе и из России. И идея этого центра в том, что в течение года вот эти вот креативные таланты, они учатся, они принимают участие в воркшопах, они слушают лекции от именитых специалистов, но еще они работают над собственными проектами. И многие из этих проектов, они международной направленности, они могут быть для таких уважаемых организаций, как ООН, ЮНЕСКО, то есть такие социальные арт-компании. Вот, например, как выглядит... Ой! Я так переживала, что технологически что-то пойдет не так. Сейчас, секунду. Так. Да, вот таким образом выглядит библиотека исследовательского центра и основан он в 1994 году. И даже есть такая легенда, что когда основатель бренда Бенеттон, Лучиана Бенеттон, работал над созданием этого центра, они даже хотели пригласить вот почему-то Фиделя Кастро в качестве директора, но этого не случилось. еще такой момент, если мы говорим об арт-резиденциях, то есть классические, о которых я говорила, когда художник приезжает, живет, работает, создает проекты, но есть и такие резиденции несколько нестандартные. Их можно относить к разным категориям. Вот к такому промежуточному типу относится программа BMW Art Journey, то есть BMW арт-путешествия, которая на глобальном уровне осуществляет концерн BMW. В чем заключается идея? Бренд хотел подчеркнуть мобильность в своих ценностях и новые возможности через движение. Поэтому вместе с международной ярмаркой современного искусства Art Basel они учредили премию, которая называется BMW Art-путешествия. Выбирают они художников из тех, которые представлены на ярмарке, но это должны быть молодые начинающие художники из разных стран мира. И художник для того, чтобы принять участие в этой программе, он должен подать заявку. Это своего рода исследование, предложение по исследованию, которую художник осуществляет, и он может путешествовать по нескольким континентам для того, чтобы реализовать свой проект. Например, первый победитель этой премии это Самсон Янг, это саунд-художник из Гонконга. Так вот, он посетил более 30 стран в рамках вот этой своей арт-поездки. При этом путешествовать они должны не обязательно на автомобилях, это могут быть совершенно разные виды транспорта. Вторая победительница, она, по-моему, даже на мотоцикле путешествовала. Так вот, он приезжал в том числе и в Россию, и был в Эрмитаже, и он очень хотел записать звук часов павлин, и ему помогли это сделать, и потом этот звук вошел в итоговую саунд-композицию, которую он создал по итогам своего вот этого огромного путешествия длиной в несколько месяцев. вот, например, пример маршрута, как может выглядеть, да, маршрут художника для того, чтобы осуществить проект. А проект потом представляется на следующей уже ярмарке Art Basel. Наверное, вы знаете, что Art Basel проходит в нескольких городах. Есть версия в Basel в Швейцарии, есть версия в Майами в США, и есть версия в Гонконге. То есть вот они на одной из этих ярмарок этот проект представляют. Есть программы резиденции, где художники имеют возможность поработать с мастерами бренда, да, то есть здесь мы говорим больше о брендах, которые производят что-то связанное с текстилем, стеклом, и художники по приглашению имеют возможность поработать вместе с мастерами, вдохновиться тем, что они делают, а затем показать свои проекты. Формат таких резиденций есть у ERME, у них есть фонд, и, соответственно, художники отправляются в резиденции в длину несколько месяцев в стекольные, кожевенные, текстильные мастерские. Резиденции могут быть виртуальными, то есть это не только формат, когда художник где-то живет, это может быть такое менторство дистанционное. Такой проект есть у бренда Adobe. К сожалению, он пока работает только для талантов из США и Германии. И как эта резиденция работает? Художник, естественно, подает заявку, он проходит конкурс. Если его выбирают, то в течение года он получает доступ к программному обеспечению Adobe, и он получает так называемое менторство от экспертов бренда. Он должен активно участвовать в различных профессиональных конференциях, делать свой креативный проект, и кроме этого еще активно документировать это в своем собственном блоге и в социальных сетях. Вот, например, один из таких проектов. То есть мы видим, что это такая больше дизайн направленность. У Тиффани есть проект, связанный с резиденциями в Лондоне. Они стали партнерами организации Outset, которая занимается поддержкой современного искусства. И по итогам конкурса они выбирают порядка 7-8 художников британских, которые получают возможность в течение 12 месяцев бесплатно жить и работать в резиденции Studio Makers в Лондоне. Помимо этого, каким образом это еще превращается в арт-коллаборацию, то есть вы должны помнить, что обычно проекты у таких смарт-брендов они не существуют изолированно. То есть это не может быть только проект социальной направленности, и он никак не отыгрывается в каких-то других инициативах. Мы уже видели на примере Swatch, что есть партнерство с Венецианской биеннале, есть резиденция, есть еще арт-коллаборации с художниками. То здесь тоже есть проект резиденции, а с этими же художниками, которые ее выигрывают, бренд еще делает арт-коллаборации. И результаты этой коллаборации, то есть арт-объекты, их потом показывают в бутике Tiffany в Лондоне. Еще один интересный формат резиденции – это когда художники имеют возможность поработать с инженерами компаний. То есть такой проект есть в инновационном центре Bosch в Германии. Он называется «Платформа 12». Называется он так, потому что этаж, на котором художники могут работать вместе или вообще как-то взаимодействовать с инженерами, он находится на 12-м этаже этого здания. Так вот, в рамках «Платформы 12» художники, это могут быть художники из разных стран мира, вот они в течение 3-4 месяцев приходят туда как на работу, наблюдают за тем, что происходит в пространстве, общаются с этими людьми, а потом должны представить проект, аудиторией которой являются не внешние какие-то люди, а именно сотрудники Bosch. То есть они тем самым могут увидеть, как художник прочитал их работу, каким образом их жизнь и профессиональная деятельность выглядят глазами художника. Вот мы уже говорили, сейчас мы прошлись по самым знаковым арт-резиденциям, но, конечно же, самый распространенный социальный формат для брендов – это премии и гранты. Считается, что одна из самых старейших арт-премий от бренда – это премия Hugo Boss Art Prize. Она вручается брендом Hugo Boss совместно с музеем Соломона Гугенхайма в Нью-Йорке с 1996 года. И если мы привыкли думать о том, что премия – это обычно для каких-то молодых начинающих художников, то здесь другой случай. Здесь вариант того, когда награждается действительно достаточно именитый художник, который по версии экспертов этой премии – туда входят и представители музея Гугенхайма, и другие кураторы, и критики ведущие – что это должен быть человек, который что-то сделал в мире современного искусства уже на международной арене. И вот среди номинантов, например, однажды был Цай Гацан, выставка которого в прошлом году была в Пушкинском. Мэтью Барни, Риш Кри Теравани выигрывал эту премию. В этом году победительницей премии стала скульптор из Чикаго Симона Ли. И вот мы видим здесь примеры ее работ. Что художник получает? Он получает финансовый грант, это 100 тысяч долларов, и возможность организовать собственную выставку в музее Соломона Гугенхайма на следующий год после того, как художник эту премию выигрывает. И эта премия вручается не каждый год, она вручается раз в два года. Соответственно, в один год объявляют победителя, а на следующий год этот победитель делает свою собственную персональную выставку. У Макс Мара есть премия вместе с галереей White Chapel в Лондоне. И если вот в случае с Хьюго Босс героями премии являются именитые художники, то Макс Мара обращает внимание на начинающих, но именно художниц. То есть это такая женская премия в области современного искусства. Тоже есть, Макс Мара не только бренд выбирает победительницу, есть комиссия, в которую входят представители. Что интересно об этой премии, что там есть и представители коллекционеров, есть куратор, есть арт-критик. То есть они стараются посмотреть на кандидатов глазами разных представителей мира искусства. И победительница Макс Мара арт-прайс, она получает возможность поехать в арт-резиденцию в Италии, сделать там свой проект. И потом этот проект показывают в галерее White Chapel. И эту работу приобретают для коллекции современного искусства, которую несколько лет назад основал создатель бренда Макс Мара. У Булгари есть своя премия в области современного искусства. Она международная. Вручается совместно с музеем Макси в Риме. Но, собственно, международная. Сначала они делают выставку всех финалистов премии, выбирают их. Это не система open call, это система выбора экспертов из мира искусства. И уже на основе выставок выбирается победитель премии. У Сваровски тоже есть премия вместе с галереей White Chapel. Это, опять же, случай, когда награждается именитый художник, который что-то сделал в мире современного искусства. Такая вот икона. И в честь этого художника организуется прием и выставка. Что же в России? В России тоже есть, на самом деле, несколько премий, на которые могут претендовать молодые художники. Например, премия, которая вручается на основе open call. Это грантовая программа совместная бренда BMW и Музея современного искусства Garage. Вручается она художникам, которые работают на стыке искусства и технологий, то есть science art. И художник, вот в прошлом году победителем стал Сергей Касич, который предложил проект пространства тишины. Он получает 750 тысяч рублей и возможность реализовать собственный проект. И поскольку здесь такой сильный акцент на технологиях, инновациях, то художник-победитель еще и принимает участие. Он работает вместе с инженерами компании и может поехать в Мюнхен для того, чтобы с ними там посотрудничать. Гленморен же бренд шотландского Whisky вручает тоже вместе с Музеем Garage Land Art премию. То есть художник-победитель, он едет в Швейцарию, он смотрит, как выглядит процесс производства виски, а потом может представить свой проект в нескучном саду в парке Горького. Это вот как раз работы двух последних победителей. Ну и, собственно, мы сейчас переходим к нашему следующему герою, нашему первому спикеру. Это Артем Филатов у Credit Suisse, который, это швейцарский банк, является стратегическим партнером ярмарки современного искусства «Космоску» в течение нескольких лет. И вдобавок к этому стратегическому партнеру есть еще и премия для молодых художников. Это не формат open call, это формат двухуровневого отбора экспертов. То есть есть сначала группа экспертов из России, это кураторы, критики, которые номинируют художников. Формируется лонглист из 20 человек. И затем уже международное жюри, включая и представителя Credit Suisse, куратора корпоративной коллекции Андрея Рогера, они выбирают победителя. Вот в 2017 году им стал Артем Филатов. Мы сейчас ему будем звонить в Нижний Новгород для того, чтобы ему задать вопрос о том, собственно, что он получил из этой премии и насколько полезна ему была арт-резиденция в Берне. Ура! Артем, рады тебя приветствовать. У нас здесь вот такая замечательная аудитория собралась, которая хочет узнать больше о том... Да, они даже тебе все аплодируют. Они хотят узнать о том, считаешь ли ты такие форматы премий, где художник не сам себя номинирует, а есть отбор жюри. Считаешь ли ты их справедливыми? И вообще, насколько тебе полезна была эта премия? Что ты делал в Швейцарии? И как ты считаешь, почему именно ты в 2017 году удостоился этой награды? Ну, если отвечать на первый вопрос, то он, на самом деле, достаточно простой. Экспертное жюри – это всегда все-таки не только какое-то такое общее признание за заслуги, а мнение, с которым можно прислушаться, с которым можно поспорить, с которым можно вообще каким-то образом себя все-таки соотносить. И в этом смысле одно дело, конечно, плохо, когда это, например, тайное и закрытое голосование, которое, например, зачастую проходит в том числе и в больших премиях, посвященных, в принципе, современному искусству в России. А что касается премии «Крибинсвиз», то никто даже не знает до конца, кто же выбирает художников каждый год, и только когда уже происходит самонаграждение, авторы узнают о том, что вот эти люди выбирали для того, чтобы как раз не влиять на тех индивидов, которые принимают решения. И я думаю, что в этом смысле такой формат и такие связи, они очень-очень полезны и интересны. А сама премия для меня оказалась, конечно, большим опытом, потому что я, в принципе, на самом деле не самый большой эксперт в области резиденции. Для меня это была резиденция первая, организованная 30-м лицом во всей моей какой-то карьере. И благодаря ей я смог увидеть то, как устроен артуринг, то, как существуют художники, как существуют галереи, институции, какая вообще существует коммуникация между коллегами за рубежом. В этом смысле Швейцария – это прекрасное было место, где можно было как раз все это протестить, его большинство людей говорили на английском. Они так или иначе имеют какие-то связи с российской действительностью, только лишь благодаря тому, что в городе, где он как раз жил, в Бернии, именно оттуда отправляли Ленина в Россию, и там до сих пор остался такой слепок этой памяти. Но главное, что, например, я для себя из лёг, из резиденции, и мне это было на самом деле очень-очень полезно, что ты приезжаешь туда не так, многие как бы кажутся, что отдыхать, гулять, смотреть выставки, и сидеть там в своей студии. А у меня были какие-то конкретные задачи, которые я пытался решить. Одна из них, например, была встреча с фондом Джеймса Джойса в Цумбихе, и для меня это была большая возможность вообще пообщаться, познакомиться, и настроить контакт для того, чтобы будущем работать на среднем Джеймса Джойса. И второе, и самое главное, это мой интерес к ремации. И так как в Швейцарии процент, доля ремирования доходит до 85-70%, я благодаря помощи Кредит СИС и сотрудников Кредит СИС смог найти контакт людей, которые меня встретили, показали всю эту структуру гемоториев, ответили на мои вопросы, и это было для меня очень важно для того, чтобы в следующем году я уже сделал большой проект здесь, в России. Здорово, спасибо. Ну и еще вот такой вопрос. Как ты считаешь, что вообще стоит делать начинающим, ну и вообще просто не только начинающим, в целом художникам, дизайнерам, для того, чтобы их заметили, для того, чтобы их могли рассматривать в качестве участников премий? Если мы видим, что очень много таких именитых премий, это в общем-то не формат open call, это формат все-таки экспертного жюри. Как ты считаешь, почему именно ты? Ну сложно сказать, почему именно я. Я все-таки думаю, что доля случая очень-очень большая, в любой премии, и невозможно точно прогнозировать, что тот или иной участник точно получит первое место или хотел бы возить в стройку. Например, сейчас я участвую в жюри, литературной премии НОС. Это, конечно, не связано как с современным искусством, но тем не связано с современной словесностью, современной культурой. Но даже там, когда мы видим, что есть определенный претендент, который литирует, мы стараемся все-таки взвесить наши ожидания и попытаться все-таки его найти какие-то пары, замены, альтернативы, для того, чтобы это не было так, что есть один победитель, который 100% уже все знают, и там двойка-тройка людей, которые, может быть, попадут, а может быть, и нет. Все-таки вот даже со стороны жюри, в качестве роли жюри, которую я испытал, я могу сказать, что это хорошо. А говоря о премиях в России, я, конечно, не могу и не знаю премий в области дизайна, но что касается художников, важно не стесняться, не переживать, не чувствовать какие-то личные обиды и личные трудности, когда вы подаете заявки. И в этом смысле каждый год у вас есть возможность подать заявки на кран гаража для молодых художников. И это, на самом деле, очень большая возможность для любого человека, у которого и есть какое-то выставочное прошлое, и какие-то проекты тоже-только зарождаются. И важно посмотреть, просто каким художникам там давали премию в разные годы, и понять, что это совершенно разного калибра и прямо молодые художники, которым нету, может быть, даже 20 лет, и более взрослые художники, которые уже приближаются к планке 35 лет, да, молодой художник. И, в принципе, если говорить про всю, как бы, эту историю, то можно каждый год вплоть до 35-летия подаваться на эту премию, пытаться, пробовать, не думать, что если первый год, после дороги 30 вам отказали, то ли какие-то личные неприятия, работать над собой, собирать какой-то сетбэк, и, может быть, каким-то, благодаря вашим мнениям, один из этих годов вы получите эту премию тоже. Спасибо большое. Если у кого-то вдруг есть такой очень горящий вопрос к Артему, то мы можем сейчас его задать, потому что потом у нас будет сессия вопросов и ответов, но Артем уже будет с нами не на связи. Если же нет, то мы тогда будем двигаться дальше. Артем, я не знаю, тебе, наверное, не слышно, да, но вопрос о том, с каким проектом ты победил в премии Credit Suisse и Cosmos для молодых художников, и, собственно, что будет вот эта история с крематориями. Окей, ты посмотрел это в Швейцарии, там ты мне тоже рассказывал до этого, что очень много искусства в крематориях, то есть это такое альтернативное выставочное пространство. Я знаю, что в Нижнем Новгороде открылся крематорий. Что ты будешь с этим делать? Ну, премия Credit Suisse, она не выдвигает какие-то конкретные проекты разных художников. То есть там, в принципе, дается художнику как в совокупности его целей и идей художников проектов прошлого, настоящего и будущего. И в этом смысле это, конечно, очень приятно. И то, что вот Ася Маракулина в этом году победила на премии Credit Suisse, получила премию Credit Suisse, это тоже папка бы показана, что даже будет им трудно, кого подобрать какие-то работы для двух разных стендов, чтобы полностью оплатить ее опыт и ее подход к созданию произведений. Здесь важно понимать, что они все смотрят все-таки с высоты птичьего полета на художника и на его какие-то способности. Если говорить обратно к резиденции, то я туда ехал уже целенаправленно, изучив город, где будет находиться, какое-то придумал себе расписание на этот месяц. И специально у меня были определенные вопросы, литература. Я все это изучал, поблагодарил за этот интервью, записывал его на диктафон, потом расшифровывал. Потому что уже в России тоже есть прекрасные экскерты в области Дев Сталис, изучение смерти. Например, Сергей Мохов из Москвы, который публикует и книги, и дает журнал «Археология русской смерти». И в данном случае вижу много людей в Крематории в 2019 году. Я надеюсь, что все удастся. И я сделаю выставку, где как раз буду пытаться занести практики современного искусства на поле, где обычно даже тяжело представить человеку свое место, не исходя из какой-то личной ситуации, личной травмы. И мне кажется, что именно в этом месте искусство обладает какими-то другими способностями, которые существуют и замаскированы в выставочных пространствах и галерейных пространствах. Мне всегда хочется работать с чем-то очень сложным. И благодаря этому и мой язык изменяется, и произведения насыщаются какими-то другими коннотациями. Мне, в принципе, очень важно, чтобы мои работы были не сразу же откуплены и оказались там у галериста, у коллекционера, а все-таки вокруг них создавалось какое-то сообщество. И это может быть и аудитория, которая придет и как-то будет с ними взаимодействовать. И точно так же это может быть профессиональный сообщество людей, которые непосредственно участвуют в рынке ритуальных услуг. Конечно же, мне интересно с ними поработать. Я думаю, что есть определенные задачи у меня по отношению к ним в том числе. Окей. Большое спасибо. Давайте все поблагодарим Артема. Очень громко, чтобы он слышал. Артем, большое спасибо, что ты выделил время. Тогда мы с тобой пока в рамках скайп-звонка прощаемся, но ты можешь продолжать смотреть трансляцию. И тогда с тобой остаемся на связи. Спасибо. Спасибо, Галина. Да, конечно. У меня два вопроса. Первый вопрос. Куда в рамках антиэкспекции идет работа с удовольствием? Ее покупают в компании или художники ее дали? Что с ней это стоит? Первый вопрос. Второй вопрос. Начнем с первого. По поводу работы. Все на самом деле очень зависит от того, как прописаны условия самой программы. То есть если говорить о премии Credit Suisse Cosmos для молодых художников, то там есть формат арт-резиденции, но он не предполагает обязательного создания какой-то работы. Поэтому бренду ничего не передается. Художник может сам инициировать какой-то проект на основе того, что он увидел в рамках своей поездки. Это может быть связано со Швейцарией, может быть не связано. Но бренд этого не получает. Бренд может приобрести... Credit Suisse обычно приобретает работы молодых художников в рамках своего партнерства с ярмаркой. Но это не обязательно художник-победитель. Это может быть и кто-то просто из молодых художников, который представлен на Cosmosco. Если говорить о других проектах, например, Swatch, резиденция в Шанхае, она предполагает вот это вот то, что они очень так замысловато называют оставление художественного следа. То есть вот эта работа, она передается бренду. Но это может быть что-то, что художник создает на свое усмотрение. Это не обязательно живопись, не обязательно какая-то инсталляция. Это может быть просто документация чего-то. Но бренд, поскольку Swatch еще показывает в рамках своего виртуального музея, то для художника это тоже возможность получить дополнительный такой publicity, потому что его работу могут на этом сайте, посвященном резиденции, найти. Если взять проект MaxMare ArtPrize, то там художница создает работу, но эту работу покупают для коллекции. То есть это еще дополнительная финансовая возможность для художника. То есть это все зависит от изначальных правил, по которым эта программа работает. Так, и второй вопрос был, какое преимущество для музея. Я не знаю финансовых отношений между Хьюго Босс и Гугенхайм. Это, конечно, закрытая история, сколько там может получать отдельно музей за администрирование этой премии. Но, безусловно, есть сильные имиджевые преимущества, потому что это масштабная премия, не так много премий, где денежное вознаграждение составляет 100 тысяч долларов. Это премия, которая выбирает действительно именитых художников. То есть это тоже определенный взнос в репутацию музея Соломона Гугенхайма. Это премия с сильным экспертным жюри. То есть здесь наверняка есть и какие-то и финансовые преимущества, но очевидные и имиджевые преимущества, которые важны для музея. Ну что, давайте продолжать. Вот мы говорили с Артемом. Поскольку у нас был скайп-звонок, то я не показала вам его работы. Мы сейчас очень быстро по ним пройдемся. Артем очень много работает с произведениями в публичном пространстве. То есть это паблик-арт, он еще является куратором фестиваля в Нижнем Новгороде. Это фестиваль уличного искусства «Новый город. Древний город». Он очень много работает с деревом, с черепицей. Кроме этого, еще хочется отметить, что в этом году Артем выиграл уважаемую премию в области современного искусства, премия «Инновация» в номинации «Региональный проект» за выставку, которую он курировал в Музее Нижегородской интеллигенции в Нижнем Новгороде. Ну а сейчас я вам бы хотела представить нашего второго героя. Это Алексей Мартинс, который получил грант от Дома шампанских вин «Рюинар» на создание произведения в области современного искусства на ярмарке «Космоско». Давайте, прежде чем я его приглашу, мы посмотрим небольшое видео, которое показывает то, как эта работа создавалась. Вы можете уже видеть ее фотографию. А затем Алексей нам расскажет подробности, как он работал с брендом, было ли там взаимодействие с брендом, что ему показали в шампане и что должны учитывать другие художники, если они хотят подавать заявки на создание произведений в рамках грантовых программ от брендов. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Давайте приветствовать Алексея. Здравствуйте. Ну что, я сейчас открою свою презентацию, в которой у меня есть примеры и других твоих работ. Расскажи, пожалуйста, вообще, как происходил отбор, как ты писал заявку, как ты отреагировал, когда ты стал победителем, вообще, как выглядел сам процесс, потому что это примерно год шел с момента получения гранта и до его реализации на следующей ярмарке. Ну, в общем, в отличие, не в отличие, а как, собственно, история с Артемом, это закрытая премия, в которой подаются только участники галереи, участники выставочного, те, кто представлены на стендах от галереи, они могут получить, собственно, возможность это подать заявку. Подает заявку, ну и как у многих художников, в основном документом оборотом занимается галерея, по большей части, что очень хорошо. И галерея подает все заявки, то есть и потом специальное жюри отбирает его. И, то есть это было подано в 2017 году на премии, на ярмарке. И, собственно, зимой они, по-моему, объявили победителя. То есть я до этого не знал. Ну, правильно я понимаю, что проект, его идея у тебя уже была? Правильно ты какое-то время мечтал это сделать, и вдруг появилась возможность это предложить? Там премия заключается в том, чтобы создать, ну, то есть премия отдается, во-первых, не просто какое-то денежное вознаграждение, она звучит как поездка в, собственно, дом Руинарт, и средства на продакшн, собственно, большой инсталляции. И там именно специфика, что нужно создать именно инсталляцию, именно сайт-специфическую инсталляцию для именно этого пространства, для ярмарки Космоску. И, как бы, собственно, исходя из этого, был выбор. Я подавал проект, который раньше нигде не выставлялся, но поскольку это… Но он придумал бы… был заранее проект, то есть это серия… В моей практике очень много инсталляций именно серийных, и, собственно, это была серия работ, но еще не сделанная. В общем, к моменту создания инсталляции она уже выставилась в другой проект, собственно, из этой серии уже был выставлен в России. Ну, так получилось просто, как бы… Как ты считаешь, почему именно этот проект обратил на себя внимание жюри? Туда и представители бренда тоже входили? Ну, вот, кстати, здесь вопрос, что представители бренда туда обычно входят, ну, как в русской ситуации, обычно входят только один человек, и только для того, чтобы учитывались какие-то интересы бренда. В основном жюри состоит из, собственно, людей искусства. Это директора музеев, никак не связанные с брендом, ну, то есть люди чисто интегрированные как бы в институциональную систему. И куратор некоммерческой программы. У ярмарки Космоску есть каждый раз, по-моему, один куратор, это Алексей Масляев. Он составляет программу, и мне кажется, большую роль именно в специфическом проекте играет именно куратор, потому что он придумывает концепцию своей программы и к ней подбирает свои концепции, подбирает какие-то работы. Ему нужно выстраивать какую-то нарративную историю. И мне кажется, что 50% того, что выбрали именно мою инсталляцию, это, собственно, подбор какой-то подходящей темы. Алексей. Окей, здорово. Если говорить о том, какие для себя ты выводы сделал, что могут учитывать другие художники, когда они подают заявку, что бы ты здесь сказал? Ну, во-первых, заявки. Я всегда говорю на таких мероприятиях, когда меня спрашивают, что молодой художник должен делать. И есть всегда такое предубеждение у молодых художников, что работа художника состоит только из создания произведений, хотя бы на 70% создания произведений. Так вот, нет. Она состоит на 60% из подачи различных заявок и документаций на различные конкурсы. Их подавать нужно буквально, я не знаю, три раза в месяц как минимум, чтобы чего-то достичь. Ну, это нормальная такая работа. И только там на 40% из создания каких-то произведений. Вот. И поэтому я всем рекомендую художникам очень много подавать заявок. Вот. Во-вторых, самым главным, я не знаю, ну, для меня, наверное, мне однажды это сказали на подобном семинаре, я прислушиваюсь к этому совету. Это, собственно, нужно досконально изучать то место, куда ты подаешь заявки. Досконально изучать, кто победил прошлые заявки, какой там контекст, какие работы именно принимаются. Потому что даже если тебя приглашают на какие-то резиденции, даже тебя приглашают подать заявку. У меня вот был случай недавно, меня приглашали в резиденцию во Францию, но там нужно было сделать исследовательский проект в области исторического контекста, политического и так далее. Я просто с ними не работаю. И поэтому как бы я отказался от этого. Вот. Никогда не подавать заявки туда, где, ну, собственно, ты не проходишь какие-то тематические рамки. Твои работы не подходят. Вот. Ну, собственно, все. Советов. Да. Вообще эти наши лекции, они рассчитаны не только для, не только на художников и дизайнеров, но еще мы периодически здесь видим среди аудитории и бренды, которые изучают для себя возможность сделать что-то с миром искусства. И это не так-то просто подобрать ту программу, которая будет и отвечать интересам бренда, и в то же время действительно вносить какой-то смысл, иметь значение для мира искусства. Как ты считаешь, вот в рамках таких проектов, что брендам стоит учитывать? Насколько они должны активно взаимодействовать с художником, либо наоборот его оставить? Надо ли им как-то стремиться их погрузить в свою культуру, показать бренд намного полнее как-то? Вот твой опыт был какой? Ты хотел, чтобы тебя оставили в покое, чтобы ты делал свою работу, или чтобы тебя по винодельням бесконечно водили? У меня как раз был опыт такой, то есть премия состояла из поездки к ним, то есть в дом шампанских вин. Это буквально трехдневная поездка в город Реймс, недалеко от Парижа. И там, собственно, никакого взаимодействия. И вообще в таких, насколько я могу судить, по рассказам коллег, там, в принципе, взаимодействия в сфере искусства с брендом никакого нет. Ну, то есть бренд как бы отвечает просто за какую-то программу. У них есть вообще у Рюйнарта очень богатая история взаимодействия с художниками. Сто лет назад они заказали рекламный плакат у Альфонса Мухи, который сейчас у них там в резиденции висит. Там какой-то оттиск, один из оригинальных оттисков. Вот. И у них есть вообще два каких-то, два пути взаимодействия. Они приглашают раз в год какого-то художника сделать сайт-специфик проект специально для их коллекции. У них там совершенно небольшая коллекция, буквально из двух залов. Они буквально из гостиной сделали такую небольшую коллекцию. К ним приезжает художник, делает какой-то проект, и он остается там, не знаю, на каких условиях. И вот второе взаимодействие. Они создают сайт-специфик проект вместе с фондом Космоску, который реализуется именно на Космоску. Я так думаю, что если в первом случае художник создает работу на месте, с каком-то контекстом и так далее, либо хотя бы привозит и инсталирует у них там, то есть вот это максимум взаимодействия, которое с ним происходит, то художники, которые, собственно, делают сайт-специфик проект в России, и туда приезжают. Там есть, конечно, представитель, который, собственно, рассказывает про всю эту большую историю. И как бы на этом все. Ну и еще есть представители русского офиса. Ну, поскольку это дом Рюинар принадлежит все-таки фонду Луи Виттон, и у них уже огромное. То есть в Париже еще там обязательно посещение, собственно, музеев Луи Виттон. Вот, и у них тоже, кстати. Ну и вот, собственно, взаимодействие только по поводу поездки. Все остальные взаимодействия из художественной точки зрения, из какого-то фэтбека и так далее, это, собственно, только с куратором и с фондом Космоску, с какими-то их представителями. То есть я не думаю, что в таких грантовых программах они слишком, фонды слишком вмешиваются, они не находят в себе художника, который им нужен там для бренда и так далее. То есть тогда бы, мне кажется, в области современного искусства такого нечасто приемлют. Вот, собственно, здесь выбирают свободу, здесь выбирают художника относительно его практики. И никогда, мне кажется, не говорят художнику сделать что-то, что-то выходящее из его какой-то тематической зоны. То есть получается, вывод это то, что каждый в таком проекте, каждый должен играть на своей территории. Бренд отвечает за логистику, за реализацию этой программы. Есть представители мира искусства, как куратор проекта, который уже и работает с художником. Если это касается современного искусства, то да, тут взаимодействие, коллаборации как будто бы мало получается. Но хотя есть знаменитая, это не резиденция, это премия от каких-то венецианских стекольщиков, которые условием сделать работу художника из-за этого стекла на их фабрике. Вот эта коллаборация существует. Но это тоже по желанию художника, естественно. Тот, кто не работает вообще с инсталляцией, допустим, там работает с видео, никуда туда не попадет. Хотя с видео я загнул, это может случиться вполне реально. Ну, допустим, там с какими-то другими контекстами скорее, с какими-то другими смыслами. Здорово. Давайте мы поблагодарим Алексея. У вас сейчас будет возможность задать вопросы после того, как мы поговорим со всеми нашими гостевыми спикерами. А сейчас мы переходим к миру дизайна. И я бы хотела представить вам Степу Пьяных. Это преподаватель Британской высшей школы дизайна. Участник многочисленных конкурсов, который сейчас нам расскажет о том, как дела обстоят в дизайн мире. Итак, всем привет. Для тех, кто еще не ловил, я Степа. Собственно, да, немножко о себе, кто я такой. Я преподаватель промышленного дизайна, который базируется здесь, в Британской высшей школе дизайна. И также у меня есть своя студия. Я являюсь ее сооснователем. Студия ВОСК. И мы занимаемся оказанием услуг в сфере промышленного дизайна. Но сегодня лекция, кусок информации не в качестве саморекламы, а рассказать о том, каково это участвовать в каких-то соревнованиях дизайнерского направления. И, в частности, в таких соревнованиях типа хакатон. Хакатон, если кто-то не знает, это такое соревнование, нацеленное на очень интенсивную работу на протяжении какого-то ограниченного времени и нацеленное на решение какой-то одной конкретной задачи. Это термин пришел из мира программирования. По сути, это марафон по хакингу. Хакинг в таком широком понимании. Хакинг как решение проблемы. Тут хакеры в этом не участвуют, хотя, может быть, у них тоже есть свои хакатоны. Собственно, хакатоны в мире дизайна обычно организовываются какими-то брендами, которые… или там компанией производством, которые обладают каким-то неполностью готовым продуктом. Иногда это какое-то технологическое решение, которому они хотят придумать какую-то обложку. Иногда это просто технологии, которые они хотят найти применение. И они организовывают такое мероприятие, в котором собираются дизайнеры, объявляется бриф, он обязательно объявляется непосредственно в начале мероприятия, чтобы не было возможности заранее работать и готовиться к этой задаче. И потом обозначают какой-то дедлайн от нескольких часов до нескольких дней, и после этого начинается интенсивная работа. Собственно, сегодня я хотел дать несколько советов на тему того, как, собственно, проходят хакатоны, и что стоит учитывать, как готовиться. Всего три совета на примере уже успешных, сделанных нами проектов. Первый – это знайте свои сильные стороны. Я хотел бы рассказать о нем на примере хакатона в рамках дней промышленного дизайна в Сколково. Он проходил этим летом. Это такой широкий хакатон, трехдневный, в котором было много проектов, много участников. Мы разрабатывали робота-баристу для Сбербанка. То есть у Сбербанка есть отдельный кластер робототехники, в рамках которого они ищут применение разным своим наработкам, и одна из них была такая вот идея разработки робота-баристы. Несмотря на то, что… Почему я говорю здесь о сильных сторонах? Несмотря на то, что в процессе разработки данной концепции мы довольно сильно углубились в разработку трехмерной модели, в разработку каких-то стилистических решений. Когда мы посмотрели на участников, посмотрели на то, кто с нами соревнуется, мы поняли, что очень много компаний, много команд, которые так или иначе связаны с транспортным дизайном студентов, каких-то молодых студий. И мы поняли, что стилистическими навыками, возможно, у них будет даже лучше, чем у нас. То есть тут мы осознали, что, возможно, наша сильная сторона – это разработка именно сценария взаимодействия. Поэтому несмотря на то, что мы сделали один какой-то такой ключевой рендер, который показывает общие какие-то стилистические элементы, большинство презентации… Другие команды… Большинство презентации было сфокусировано на… Что-то произошло не так. Так, такой небольшой спойлер о том, что будет дальше. Совет номер… Нет, возвращаемся на совет номер один. И… Да, все. Думаю, I'll take it from here. Вот. Собственно, вся наша презентация была наполнена вот такими скетчами, комиксами, которые были сняты с более детализированной модели. И сделали мы это специально, чтобы акцентировать на том, что ценность нашего концепта заключается в именно взаимодействии с людьми, тем, как люди подходят к этой кофейной точке, как они выполняют заказ. Мы хотели как бы побудить люди какие-то эмоции, показать, что робот, который продает кофе, он в первую очередь не оказывает услуги по продаже кофе, а он как бы делает шоу из этого. О том, как робот рассказывает в процессе приготовления кофе, который может занимать какое-то время, рассказывает какие-то там интересные факты о напитке, о том, как стаканчик в процессе приготовления кофе двигается по кругу и демонстрирует процесс приготовления, о том, как люди получают заказ, и о том, как полученный заказ привлекает других людей. Собственно, как бы мой тут совет, он распространяется на другие конкурсы, в том числе, к сожалению, формат, к счастью, формат хакатона также мы часто используем в нашей студийной деятельности, иногда внутри, чтобы просто как-то себя развлечь, подготовиться к каким-то мероприятиям. Иногда это происходит, когда мы вынуждены работать над какими-то тендерами, мы не хотели бы тратить на них слишком много времени, поэтому мы организуем такую короткую интенсивную работу. И в случае вот этих вот тендеров, когда вы видите участников, у нас есть также пример, о котором я не могу рассказать в сути проекта и с кем мы соревновались, потому что проект еще как бы не завершен. Но мы соревновались с топовыми российскими студиями, и посмотрев на тех, кто против нас выставил, мы увидели, окей, вот ребята, которые точно смогут уделать нас в плане инженерной проработки, ребята, которые точно смогут уделать нас в плане визуальной проработки, мы должны акцентировать именно на эмоциях, на характере. И это именно то, за что наш концепт потом был отобран. Собственно, собственно, просто слайд того, как мы победили. Замечательная команда. Совет номер два — это приди подготовленным. Это крайне важно в случае, если мы говорим о таких интенсивных работах, потому что формат хакатона подразумевает, что вы действительно тестируете свои навыки, вы не можете заранее выполнить часть работы, вы не можете работать над проектом больше, чем работает тот и другой. То есть в случае с обычными конкурсами, которым обозначается просто какой-то дедлайн, ты можешь потратить полгода, месяц, три дня на то, чтобы выполнить работу. И следовательно, уровень работы всегда разный. В случае с хакатонами это всегда такой пик твоих возможностей. Тебе дается три часа, ты эти три часа как бы вкачиваешь в работу. И в случае о том, как нужно прийти в подготовленном, я хотел бы рассказать про Rocko One Day Design Challenge. Наш концепт ванны, такого ванны-трансформера. Rocko One Day Design Challenge — это хакатон, который длится one day, как следует из названия. И он как бы заключается исключительно в таком быстром решении каких-то конкретных задач. В данном случае им нужно было придумать редизайн ванны, то есть ванны как не комнаты, а как объекта. И вот наше решение вот такому концептуальному решению-трансформеру. К слову о подготовленности, наверное, почему я выбрал именно этот пример, это потому что мы в случае с этим конкурсом решили поставить все и поехать туда напрямую со своими iMac'ами. То есть вот как бы мероприятие, которое организовано на один день. Мы приехали туда с ноутбуками, планшетами, с максимальным количеством просто оборудования. Взяли с собой всякие канцелярские принадлежности, еду. Это как бы лишь один такой пример, как можно подготовиться, просто для этого у меня была именно картинка. То же самое, кстати, с днями промышленного дизайна Сколкова. Мне довелось туда ввести системный блок, монитор, ноутбук, просто чтобы в случае, если у кого-то и в команде не будет компьютера, графический планшет, то есть довольно много оборудования. Но подготовка также еще зависит как бы такой внутри себя. Нужно выспаться перед конкурсом, нужно, не знаю, хорошо поесть. Это, наверное, все-таки зависит от того, как вы привыкли работать, но зачастую, когда вам дается всего три дня на то, чтобы выполнить, на то, чтобы свернуть горы, по факту, у меня, у моей команды обычно как-то на сон времени не остается. Поэтому как можно лучше отдохните непосредственно перед самим мероприятием, чтобы можно было жестить уже в рамках самого мероприятия. У нас такой неофициальный девиз студии это «Сделаем для вас дизайн или умрем, пытаясь». Вот. Примерно так мы и работаем на хакатонах. Еще одна картинка того, как мы победили на «Рок-аванда» и «Дизайн-челленш», мы заняли второе место. Нас обошла дизайнер-одиночка. Так что не всегда нужно идти командой. И последний совет, это такой общий о том, как нужно построить работу. Нам помогает формат, когда мы начинаем с презентации. То есть зачастую, когда вы делаете какой-то продукт и вы понимаете, что он будет презентован в каком-то конкретном формате, многие дизайнерские решения просто отметаются в сторону. То есть если вам в качестве конечной работы говорят, что вы презентуете всего две картинки, как, например, было в случае с «Рок-аванда» и «Дизайн-челлендж», то вы понимаете, что со всех сторон вы не сможете показать ваш объект. И, следовательно, вам и не нужно делать трехмерную модель, которая описывает объект со всех сторон. Если у вас в техническом задании указано, что вы можете только в нескольких предложениях описать концепт, значит, нужно брать концепт, который максимально простой. К сожалению, у меня не нашлось визуализации того, как мы построили работу на примере тех предыдущих проектов. Но обычно, прежде чем составить какую-то предварительную… То есть прежде чем сделать… прежде чем приступить к генерации идеи, мы создаем такой шаблон того, как это будет презентоваться. То есть это такой комикс, в котором показаны все там один, два, три, четыре слайда, на которых очень грубо, на уровне таких вот интернет-мемов, грубо из фотошопа вырезаны на белом фоне люди, которые что-то обсуждают. Типа вот продукт, вот у него такая начинка, вот у него такие отделения. То есть даже не зная о том, что за проект в действительности будет. И потом мы как бы насыщаем данную презентацию конкретным содержанием. В качестве просто визуальных обликов я бы хотел показать пример. Это был конкурс для компании SEAT. SEAT, тоже несколько лет назад проходил. Мы заняли второе место. И тут тоже было, мы столкнулись с ограничениями. Это еще был проект, выполнен, когда я учился здесь в школе. То есть я тоже закончил британскую высшую школу дизайна несколько лет назад. И тогда у меня были как бы ограничения по моим навыкам трехмерного моделирования. Ну, возможно, они есть и сейчас, но тогда как бы потолок моих знаний был несколько ниже. И я сфокусировался на конечной презентации, понял, с каких ракурсов я бы хотел показать конечный продукт и по сути моделировал его только с этих сторон. То есть это примеры того, как выглядела конечная модель. Вот предварительная модель, она была сделана максимально грубо. Если кто-то знаком с компьютерной графикой, многие знают, что низкополигональную модель сделать легче, чем как бы гладкую, ровную, с скругленными краями. То есть мы сделали очень такую предварительную базовую трехмерную модель, чтобы уже потом дорисовать все остальное. То есть те части, которые не засветились в презентации, они даже не были спроектированы. Но это как бы не важно, потому что мы фокусируемся вот на финальном, на вот этой вот конфетке, которую нужно сделать. Собственно, это все, что я хотел рассказать сегодня. Все мои советы. Три. Давайте поблагодарим Степана. И у нас есть возможность узнать об опыте еще одного дизайнера. Это Евгений Аринин, который, как я уже говорила, является первым пользователем Lexus Design Awards его российской версии Top Choice Russia 2017 года. Потом он стал финалистом глобальной версии уже Lexus Design Awards и активно участвует и в других премиях. Я вот знаю, что Женя какое-то время назад поставил себе задачу выигрывать по три премии в год. Это правильно? Правда? Да, действительно, была такая задача. Не люблю, с одной стороны, бросаться словами, с другой стороны, понимаю, что мы живем в мире достаточно сложном, чтобы какое-то свое мнение не претерпевало впоследствии определенных, впоследствии определенных, не знаю, жизненных аспектов, ситуаций, возможно, совершенно другую интерпретацию. Поэтому сейчас уже есть полноценное убеждение в том, что гнаться за победами в конкурсах у меня точно нет. То есть для меня это перестало быть самой целью. Я стараюсь более трезво на мир дизайна и конкретно конкурсной ее части все-таки смотреть, не питая каких-то, с одной стороны, лишних иллюзий, с другой стороны, не стараясь сделать из этого какую-то сверхзадачу, потому что в конце концов в дизайн изначально еще в 2010 году я приходил с намерением наслаждаться этой жизнью и занять наконец-таки свою нишу, найти себя, потому что пришел в дизайн после второго курса экономического вуза. И, собственно, теперь стараюсь всячески в этом контексте как-то развиваться. Окей. Ну тогда, может быть, расскажи нам подробнее, как все происходило с Lexus. Ты подавал заявку, кто выбирал, и как это повлияло в дальнейшем на твою судьбу как дизайнера? С чего все началось? Собщественно, началось действительно в 2016 году, несмотря на то, что премия уже котировалась как Lexus Design Awards Russia Top Choice 2017. Первая премия в области промышленного и в принципе дизайна в России от компании Lexus, целью которой глобально, конечно же, было не какие-то альтруистические намерения в пользу развития, наверное, дизайнеров в России, сколько поддержания имиджевого образа компании. По крайней мере, я сформировал такое мнение исключительно в рамках той же самой разницы между национальной премией и премией глобальной, в которую я также вошел в число финалистов 12 по всему миру из порядка 1400 прецедентов, участвующих в ней. В чем заключалась принципиальная разница? В Lexus Design Awards Russia Top Choice я получил возможность исключительно посетить неделю дизайна в Милане. То есть для меня это мог стать каким-то интертейментом, в рамках которого я мог приобщиться к сфере моды, дизайна и так далее. Посмотреть на мир уже, наверное, не детскими глазами, а serious business, как говорится. При этом, если мы говорим про Lexus Design Awards International, там уже действительно сильно развита история менторства, того самого бренд-ментора, который позволяет на себя взять ответственность за определение лучшего из лучших и поспособствовать дальнейшему их развитию. То есть они не просто говорят, поздравляем, вы победили, а связываются с вами заблаговременно и предоставляют те или иные ресурсы для вашего дальнейшего развития, по крайней мере, в рамках ограниченного времени, пока конкурс действует. Я оказался в числе 12 финалистов. Помимо нас было 4 главных прецедента на гран-при, которые на тот момент занимались с профессионалами в сфере дизайна по развитию своих проектов и в конечном итоге представили их в музее Ди Триенале в Милане на неделе дизайна в Италии. Мне кажется, знаешь, Жень, что мы с тобой не рассказали вообще, что был за проект, с которым ты победил и который ты, по-моему, активно развиваешь, продолжаешь развивать. И об этом проекте писали не только российские СМИ, но и ведущие технологические издания международного уровня, например, Wired. Что это был за проект? Да, с чего все началось? Началось все с проекта светофора. Условно сейчас буквально 2 минуты займем времени на то, чтобы посмотреть краткую презентацию об этом всем. Чтобы вы понимали, до этого я занимал должность ведущего дизайнера в московском транспорте, в департаменте транспорта города Москвы. И незадолго до проекта, в принципе, уже занимался ресерчем и анализом текущей дорожной транспортной инфраструктуры и ее проблем. И, скажем так, идея была уже, как говорится, на плаву. Для меня нет ничего важнее, чем красота. И промышленный дизайн – это тот самый инструмент, который позволяет эту красоту превращать в реальность. Я сейчас работаю в известной российской студии Шангердан. Много занимаюсь брендингом и графикой. Мне, конечно, интересен проект на стыке социально-ориализированного дизайна и того, что я делаю с этим. Я долго искал проект, который у меня зацепил. Однажды, когда я стоял на трехлёстке, ждал, как разогреться зелено, я, как и все, смотрел на светофор. В этот момент мне в голову пришла шайная миссия. Ну вот светофор. Миллионы и миллиарды людей каждый день пользуются им вот уже сто лет. Но почему никто не думает о его дизайне? Конечно, это амбициозно. Делать дизайн на полку приятного каши. Это как предложить дизайн колеса или велосипеда. Светопор поменялся на протяжении более чем ста лет. Мой проект — это, по сути, целая система дорожной инвигации, заключённая в один объект. Мы внедрили OLED-дисплей, который позволяет наглядно регистрировать направление движения для автомобилиста. Полезная площадь увеличилась минимум не троих. У меня всегда были интересны объекты, которыми люди пользуются каждый день. Мне не хочется делать абстракции без утилитарной системы. Мне хочется делать красивое, необычное время. Собственно, что важно, по крайней мере, я для себя заключил, и я надеюсь, вы со мной разделите эти мысли, что уже неоднократно повторялось роль случая в тех или иных конкурсах, будь это конкурс в сфере искусства или именно конкретно дизайна, или какой-либо иной конкурс. Потому что действительно мы никогда, от нас, по крайней мере, не зависит то, кто будет участвовать в тот же момент, какое количество людей будет участвовать, какое количество судей будет, потому что с их увеличением шансы ваши всё-таки уменьшаются. Мы не знаем, соответственно, кто эти судьи будут. А если знаем, то действительно сможем в той или иной степени на них влиять. К слову, Lexus Design Russia Top Choice ежегодно уже теперь продолжает серию своих конкурсов. И, к примеру, в этом году минимум трех из пяти, по-моему, членов жюри я знаю лично. Поэтому мне в целом даже, наверное, как-то боязно и неинтересно было участвовать, потому что я боялся, что это будет элементарно несправедливо по отношению к другим людям, которым действительно есть смысл дать шанс. Поэтому на тот момент, когда я выиграл этот конкурс, я, в принципе, даже не питал иллюзией, что у меня есть какие-либо шансы, тем более на первое место. После того, как это всё произошло, я продолжал, наверное, надеяться на волю случая, верить в волю случая и не разглядел, наверное, должным образом потенциал самой идеи, несмотря на то, что был её креатором. После уже глобальной премии Lexus Design Award получилась действительно череда конкурсов. И к вопросу про случай наиболее интересный кейс – это третья победа в Interlight Moscow, Powered by Building Light, что-то там, проходящая на тот момент, в 2017, наверное, году, действительно, в Крокусе Экспо проект занял третье место, чтобы вы понимали, в номинации «Лучший светильник года». То есть проект, который является определённой, ну не определённой степени, абсолютно социальным объектом, нацеленный на Street Design Furniture, может быть, который занял бронзовый A-Design Awards в этом году, занимает место «Лучший светильник года» среди номинантов настольных ламп и люстр. Ну, как бы казус, но с другой стороны, забавно получается. И опять же приятно, что мы можем, оказывается, контекурировать и в другой среде, и, может быть, даже есть смысл перейти со светофором, всё-таки уже in-house. Что я для себя заметил из всей вот этой пелены регалий, которую я получил буквально за два года, это то, что все они происходили достаточно легко. Не в том смысле, что они мне легко дались, а в том смысле, что все призовые места я получал только тогда, когда действительно скорее наслаждался своей работой, наслаждался тем, что я делаю, продолжал развивать и подавал заявку не исключительно из меркантильных целей, как было заявлено изначально, минимум три победы и не меньше, а именно просто в пользу развития самого проекта, в пользу уже на текущий момент веры в него. И действительно, надеюсь, будем продолжать. Здорово. Давайте поблагодарим Женю. Мне кажется, действительно впечатляющая идея. И я очень надеюсь… Вы работаете над прототипом, правильно? Да, мы уже изобрели первую итерацию прототипа, и действительно ищем, скажем так, локальные места в России, скорее всего, и дальше тот же самый столб, который, кстати, Степан, для возможности интеграции и определения уже действительно положительных качеств не только с теоретической точки зрения, а уже практически. Здорово. Это Евгений был нашим последним гостевым лектором, но у всех, кто вот еще… У нас, понятное дело, уже 9 часов, но те, у кого есть несколько минут, мы можем еще ответить на вопросы. Вопросы могут быть как по примерам арт-резиденции, арт-премий брендов, так и непосредственно к художникам и дизайнерам, которые сегодня здесь, о том, как они через все эти этапы проходили, и что это значило для них. Итак, давайте мы все выйдем, чтобы мы могли отвечать. Ну что, вопросы? Да. Вопрос, наверное, больше к тебе, но можно и к ребятам. Подскажи, пожалуйста, кто из российских брендов работает с современными молодыми художниками, кроме Сбербанка? Ну, если говорить о… Я правильно понимаю, что речь идет не о коллаборациях, а именно вот о таких социальных проектах, о которых мы сегодня говорим? Из российских брендов, правильно? Ну, здесь ответ такой. Есть много примеров нишевых, когда это небольшой бренд одежды, который хочет подчеркнуть, допустим, свою такую арт-составляющую. Они могут привлекать художника к разработке совместной коллекции, либо к презентации. Например, вот Аня Мохова, которая является куратором курса современного искусства здесь, в Британке, она недавно делала такой проект с брендом одежды Ушатава, но он, правда, с украинскими корнями. То есть, мне кажется, если говорить о российских примерах, то это более такая нишевая история, либо это чаще всего для крупных российских банков это больше проекты, связанные с музеями, не с конкретными художниками пока. И более масштабные проекты их пока делают международные бренды, как мы можем проследить на примере Reunar или Credit Suisse и других брендов. Я вот хотела спросить Алексея о том, что ты участвовал в этой… Космоску тебя подавал в галерее. Космоску – это ярмарка современного искусства, то есть это проходит… Галерея покупает место на ярмарке, проходит отбор, и каждая галерея представляет своего художника. А если подавать заявку самостоятельно? Нет, там нет open call, там только работают с галереями, как любые ярмарки, как арт-бази, как любые ярмарки, фриз, допустим. А не подскажешь, а какого галерея тебя представляет? Фрагмент. Галерея фрагмент. Спасибо. То есть я тоже от себя прокомментирую. Есть вот ряд премий, которые бренды реализуют, но если они делаются в партнерстве с какой-то конкретной ярмаркой, то тогда участвуют чаще всего могут художники, которые представлены на этой ярмарке. Это относится, например, даже к глобальному кейсу BMW Art Journey, арт-путешествия. Эта программа реализуется вместе с арт-базелем. Можно добавить. Тут ступенчатая получается история, потому что многие галереи как раз устраивают open call для того, чтобы узнать каких-то художников, с которыми делают какую-то выставку, а потом уже начинают с ними работать. Поэтому сначала ступень попасть в галерею, а потом уже как галерея, как представительство, обычно она в процентов 50 всяческих конкурсов и так далее является своим представительством. в котором как бы художник напрямую не имеет контакта. Как как раз попасть в галерею, в нужную? Вы проводили какой-то обзор галереи, потом подавали в каждую заявку или через знакомых? Дело в том, что самая глупая идея – это художнику идти в галерею или писать галеристу со своим портфолио. В современном искусстве немного другая история. Там как раз есть история с опен-колами, которая официальная, где ты должен подавать по какому-то принципу и когда это организуется. Либо, как ни странно, это всегда попадание в какую-то художественную среду. То есть в моем случае это была школа современного искусства, свободные мастерские прямом. Там галерея, вот когда мой галерец открывал галерею, он делал ресурш по всем таким заведениям, просил художников отправить какие-то портфолио. И как бы, ну как знакомый мой художник отправил портфолио у меня. Так я и попал в галерею. Спасибо. Есть ли у нас еще вопросы? А школа не хочет саморганизовать комплекционную агентство в Британии? Ну это вопрос скорее не ко мне, потому что я представляю коммуникационное агентство Грейлинг. Но я думаю, организаторы из Британки задумаются об этом. Есть ли еще у кого-то вопросы? Всем добрый вечер. Меня зовут Полина. Я как раз представляю бренд. Вот компания Simple, если кто-то знает. Вопрос такой, как заинтересовать бренду художника. Что первостепенно? Денежное вознаграждение, интересное задание, момент поездки за границу. Что вот для вас играло первостепенную роль? Или там, например, бренд действительно известный? Я думаю, мы спросим об этом всех наших участников. Начнем. Ну, я думаю, что тут для меня важную роль играет именно формат. Ну то есть по некоторым причинам я не могу ездить в резиденции, допустим, и я не езжу в них. Если есть в основном формат… В основном я работаю с очень крупными дорогостоящими объектами, инсталляциями и так далее. Поэтому каждая работа нуждается в каком-то дополнительном продакшене, вливании денег и так далее. И вот это и моя история. И как бы для брендов, когда они организовывают какое-то именно пространство под какое-то мероприятие и так далее, им нужно что-то такое масштабное, ну, я не знаю, уровня того же ландарта, фестиваля, расстояние. Я там участвовал в 2017 году, ну, тоже по такой же системе премии. И вот как бы это моя история. Мне важно реализовывать свои работы, естественно, ну, вот в масштабе. Уверен, что вопрос действительно слишком комплексный, потому что… Да, потому что действительно мы не знаем ту или иную аудиторию, которая будет участвовать, как возможная целевая аудитория для вашего бренда. И в силу своих каких-то гендерных разниц или возрастных причины будут диаметрально противоположными. Могу сказать исключительно за себя. Мне в первую очередь нравились бы вещи социально ориентированные. То есть, собственно, мы говорим именно про качество проекта. В данном случае, наверное, индифферентно само понимание бренда и то, какой профит я смогу, если не в денежном эквиваленте для себя заработать, то как минимум в формате резонанса. Мне важен именно все-таки результат, тот продукт, который в рамках этой коллаборации я бы смог воплотить. Также хотел бы сказать, что это тоже только личное мнение. Мне, наверное, нам, возможно, я могу говорить за нашу команду, интересны две вещи. Первое – это чтобы проект был сам по себе интересный, то есть грамотно поставленная задача, потому что во многих случаях для нас участие во всяких дизайнерских конкурсах подразумевает, что, возможно, мы поучаствуем, и ничего с этого не будет. Возможно, мы поучаствуем, что-то получим. То есть хотелось бы все равно работать на такой задачей, которую было потом не стыдно положить в портфолио. И второе, наверное, это такой, наверное, самый главный пункт – это пиар. То есть как много славы принесет данный проект. И тут как бы просто банальные бизнес-задачи. Нам нужно себя как-то продвигать. У нас такая заинтересованность, поэтому если конкурс действительно именитый, если конкурс обещает какое-то пиар-покрытие, то мы любим такие конкурсы. Я представитель как и маркетинга, работала здесь с брайминдами, так и художник. И вот у меня такой вопрос связан с финансовой стороной, больше к художникам, потому что дизайнерам, мне кажется, проще финансово зарабатывать. Каким образом, может быть, и ваш опыт, и ваших коллег строится баланс между творчеством, созданием? Потому что много и ресурсов финансовых уходит, проекты и временных. Как вы находите этот баланс, чтобы жить и участвовать, развивать свое творчество? Потому что это реальная вещь, жизненная. И как ваши коллеги, бренды в этом помощь, но не всем удается плотно и эффективно финансово взаимодействовать с брендами. Ну да, да, это частый вопрос такой. И тоже у нас есть какое-то мнение, что художник обязательно должен… Есть такие художники, которые обязательно должны сидеть, допустим, и рисовать какие-то живописные полотна очень долго. Ну как бы такую долгую практику. Есть очень много художников, и вот в моей галерее тоже есть художница, которая тоже всегда отвечает, что работающий художник, как и я, то есть у меня такая немного шизофрения, вообще я работаю днем, UX-проектировщиком в IT-компании, вечером как бы художник. Ну не так все банально, но все-таки средства на жизнь как бы у меня суммируются, потому что я с искусства получаю достаточно, чтобы… Ну то есть на какие-то материалы, и в основном, поскольку я работаю как художник инсталляции, тут такие два, там, три, четыре вещи есть очень специфические, потому что любая инсталляция стоит достаточно много денег, вот. Ну и тут на помощь приходят разные способы, как способы подавать заявки на продакшн работ, так и, допустим, галерист, вот недавно была история, мой галерист, мне предложили одну выставку сделать одну работу, на которой музей современного искусства не мог как бы найти на продакшн денег каких-то. Они попросили денег у галереи взамен на то, что через год они приобретут работу в коллекцию. Вот как бы система достаточно странная, и таких систем как бы в искусстве очень много. То есть главный мой, наверное, совет, то, что работающий художник, ну то есть совершенно не в сфере искусства, это вполне нормальная вещь, это можно совмещать, и ничего в этом ужасного, жуткого и шизофреничного нет. Спасибо. А вот это вот самый хороший вопрос, потому что нигде. Я художник, у которого даже нет мастерской. Моя мастерская всегда это, ну собственно музей перед открытием и так далее. Часть работ хранится в галерее, большие инсталляции. Эта история уже достаточно такая странная, потому что одну работу я специально договаривался с Красноярским музейным центром, которая применяла ее в дар, потому что мне негде было хранить вот эту работу, с которой я выиграл Grand Ruinart. Часть нам пришлось разобрать. Часть как бы работы принадлежит мне, ни бренду, ни фонду Космос. Работа принадлежит мне. Но я хотел как-то продлить жизнь этой работе, поэтому были знакомства с парком Горького и я, собственно, передал в дар парку Горького. И работа простояла, ну всю осень простояла между Нескучным садом и парком Горького. И сейчас эту работу хотели взять одна, это не резиденция, ну в общем, да, резиденция, наверное, одна резиденция к себе, бизнес-резиденция под Москвой к себе, но парк Горького ее не отдал. Ну как бы они уже владельцами являются, они решили ее разобрать, как-то хранить где-то и собрать снова. Ну то есть у меня таких возможностей хранить большие работы нету пока, к сожалению. Это да, действительно проблема. Ну, смотря для какой работы, я, ну, первый у меня проект, тут была картинка, мы до нее не долистаем, проект «Ментальные дрова», оно достаточно знаменитый такой, с которым меня ассоциируют. Проект, собственно, заключается в том, что там скульптуры, собранные из старого брошенного дерева, ну, бросового. Там колотятся такие анималистические образы. Вот, и, собственно, здесь очень важен материал. Первые работы я прям собирал настоящие, ну, то есть это был настоящий бросовый материал, я собирал каким-то дачным поселком и так далее. Дальше, как бы, работа уже в Москве. Я нашел такую странную фирму, которая занимается, может, не странная, не знаю, но я одну только нашел. Называется «Старые доски», собственно, которая занимается старыми досками. Они даже вылавливают топленник из, там, столетней древесины. Очень интересная штука. И вот я как-то с ними сконтачился, я у них закупаю эту древесину. Вот, специально, ну, некоторые дощечки бывают подороже там, которые, собственно, из ста летней древесины там и так далее, которые не пили. Ну, это уже такие частности. Для проекта «Рюинарт» там была инсталляция сделана из обычного строительного бруса. И, естественно, там занимался изготовлением, ну, как бы, там целая команда изготовления. Заказывали у третьего лица, у подрядчиков, собственно, вот. Ну что, давайте поблагодарим наших участников. Я, в свою очередь, благодарю вас всех за то, что вы провели этот вечер среды вместе с нами. И мне кажется, что ценность сегодняшней лекции, по крайней мере, для меня лично, это не только даже возможность узнать о том, что, какие бренды делают и каким образом подавать заявки, участвовать в конкурсах. Но в общении с художниками и дизайнерами мне всегда, и мне кажется, многим интересен вот такой взгляд художника и дизайнера, каким образом они думают. И мне кажется, вот в каждой из наших бесед с сегодняшними гостевыми лекторами была такая возможность прочувствовать образ мысли, да, что художники видят, что они ищут. И каким образом мы тоже, по крайней мере, даже на выступлении Степы, каким образом мы для себя это тоже можем применять в обычной жизни. Тот же самый дизайн мышления. Вот, поэтому я вас всех благодарю. Я буду ждать вас на нашей заключительной лекции 20 ноября, на которой мы будем говорить уже о будущем сотрудничества художников и брендов. Будем говорить о science-арт проектах, будем говорить о вариантах, когда художники становятся стратегами, арт-директорами для брендов. В общем, я вас всех жду. Большое спасибо. 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 Спасибо.